Здравствуйте! Это итоги дня телеканала Улправда ТВ. С вами Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Пельмени и лекции АПП. Чем накормят ульяновских школьников? В Ульяновской области отремонтировали опасные дороги. Скандинавская ходьба, фитобар и кедровая бочка. Чем удивит ульяновцев обновленный санаторий-профилакторий УАЗа? Пожаловались, помогли. На Терешковой оборудуют просторную парковку. В Ульяновской области будет усовершенствована организация питания в образовательных учреждениях. С нового учебного года планируется внедрение пилотного проекта по формированию индивидуального детского рациона. О гастрономических переменах расскажет наш корреспондент. Одни обожают пельмени, другие жить не могут без борща и котлет. Сколько человек, столько же и гастрономических предпочтений. Формируются они в раннем возрасте из семейных традиций и приобретенных привычек. В Ульянском Минобре решили, что вкусовые пристрастия должны учитываться не только дома, но и в школе. В этом году для детей впервые ведут индивидуальное меню. К сожалению, многие дети имеют и хронические заболевания, и под предпочтение, под семейные предпочтения, под индивидуальные предпочтения. Многие дети занимаются спортом, им нужен особый режим питания. Накормить детей качественно и вкусно, а также привить им любовь к здоровой еде. Эти насущные вопросы обсудили на совещании в 74-й школе. Губернатор Сергей Морозов напомнил о прошлогодних успехах в обеспечении горячим питанием. В этом году ситуация должна быть еще более благополучной. Охват школьников горячим питанием был один из самых высоких в Российской Федерации. Задача на 2019-2020 учебный год еще более амбициозная. Я прямо сразу хочу, чтобы обратить внимание министра и руководителей муниципалитетов. Не менее 90% наших школьников должны быть охвачены горячим питанием. И родители, и общественники, и представители Министерства образования рассказали на совещании о способах развития пищевой культуры. Самый интересный из них практикуется на протяжении года. В ульянских школах на уроках химии, биологии и ОВЖ ребят просвещают по теме правильного питания. То есть о гармоничном сочетании белков, жиров и углеводов школьники узнают не от блогеров, а от школьных учителей. Виктория Черкова, Юрий Конихин, Новости Улправды ТВ. Восстановительные работы начались в профилактории УАЗ. Стоимость всех ремонтных работ и нового оборудования составит 184 миллиона рублей. Курс медицинского оздоровления здесь смогут пройти жители региона, у которых есть профессиональные заболевания, пенсионеры предприятий, члены профсоюзных организаций. Глава региона в ходе рабочей поездки осмотрел территорию здания бывшего санатория профилактории УАЗа, где сейчас идут восстановительные работы. Нам надо четко понимать, что будет здесь, чтобы они не переживали. Они точно не купят билеты на самолеты, не полетят на какие-то острова заморские или еще куда-то. Они с удовольствием сюда будут приходить и здесь получать необходимую медицинскую помощь. Планируется, что ремонт будет проведен за полтора года. За это время в здании должны будут заменить систему водоснабжения, канализации и вентиляции. Ставить пластиковые окна и двери, провести капитальный ремонт крыши и полов, сделать всю внутреннюю отделку под ключ и закупить современное оборудование. На все эти работы выделено около 185 миллионов рублей. 26 августа у нас был заключен контракт на проведение ремонтных работ вот этого большого комплекса, в прошлом профилактории УАЗа, ныне корпуса революционного центра имени Чучкалова. На сегодняшний день работы идут в сжатом сроке, это 14 месяцев, если быть точным. Поэтому после того, как подписан был контракт, 27 числа начались работы. В новом корпусе социально-реабилитационного центра имени Чучкалова будут работать кабинет УЗИ, голокамеры, ЛФК, фитобар, проводить физио- и теплолечение. Благоустроят и прилегающую территорию. Появятся удобные лавочки, новое освещение, специальные дорожки, которые можно будет использовать для скандинавской ходьбы. Продумают озеленение с высадкой многолетних цветов и благородных деревьев. Все это позволит жителям региона, у которых есть профессиональные заболевания, комфортно пройти курс медицинского оздоровления. В первую очередь, внимание уделят пенсионерам и ветеранам предприятий. Потапова Екатерина Александровна 38 лет отработала на автозаводе. Со временем у женщины ухудшилось здоровье и появился букет заболеваний. Сегодня Екатерина Александровна была бы рада иметь возможность пройти курс лечения в санатории рядом с домом. Этот профилакторий нам очень нужен, потому что куда ехать в другое место, больные родственники, на две недели их как бросить. А здесь и пролечимся, и за родственниками поухаживаем все. Планируется, что новый корпус социального реабилитационного центра распахнет свои двери для 60 сотрудников и сотен пациентов уже в конце 2020 года. Напомним, укрепление здоровья населения является одним из основных направлений в реализации национального проекта «Демография». Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов, Новости Уллправды ТВ. В рамках нацпроекта «Демография» правительство Российской Федерации ожидает, что к 2022 году корпоративные программы по укреплению здоровья охватят более 33 миллионов граждан, работающих на производстве. В Ульяновске набирает обороты программы «Здоровое предприятие». Работники заводов, особенно вредных профессий, могут бесплатно пройти обследование, а если есть проблемы со здоровьем, пройти лечение в Центре профпатологии. В медицинском центре профпатологии свое здоровье ежегодно поправляют сотни жителей Ульяновской области. В 2016 году центру был присвоен особый статус, что позволило выделить из областного бюджета деньги на ремонт. За это время учреждение стало не узнать. Отремонтировали регистратуру и входную группу, холл второго этажа, кабинеты УЗИ и ЛФК, лаборатории, столовую. Установили лифт с учетом доступности маломобильных граждан. Закупили новое оборудование – маммограф, цифровой рентгенаппарат, аппарат УЗИ. Прибавление и в физиотерапевтическом отделении. Теперь пациенты могут отдохнуть в новые водолечебницы, приходить на прессотерапию и многое другое. Александра Васильева лечится в Центре уже 10 лет и помнит, каким он был до ремонта. В целом на модернизацию объекта было направлено около 90 миллионов рублей. Центр готов принять еще больше пациентов и приглашает ульяновские предприятия к сотрудничеству. Тем более, что в регионе действует программа «Здоровое предприятие», направленная на улучшение состояния здоровья работающих граждан. Сегодня в проект вовлечено около пяти сотен предприятий. Мы уже по итогу восьми месяцев видим из города Ульяновска 38 предприятий, а 21 предприятие – это из 10 районов. То есть в прошлом году мы получили… По программе «Здоровое предприятие»? Да, по программе «Здоровое предприятие» направляются уже сейчас к нам не только город Ульяновска, как это было раньше, до 2016 года. Практически у нас из районов никого не было. Ну, не брать только цельный, царственный завод. Традиционно он был привержен к нашему центру. По словам главврача, работодатели уже начали считать экономическую выгоду. Работники начали меньше уходить на больничный. В планах привлечь индивидуальных предпринимателей. Обновление трасс в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» в регионе завершено на 93%. На сегодня это самый лучший показатель в Приволжском федеральном округе. С ремонтом дорог в Инзинском и Базарно-Сызганском районе ознакомился губернатор. Дорога, связывающая Барышский и Базарно-Сызганские районы, одна из самых аварийных. Общая её протяжённость – 23 километра. И только два соответствуют нормативам. Сегодня здесь полным ходом идёт капитальный ремонт. Три километра участка дороги, который проходит по Базарно-Сызганскому району, общая стоимость – 41 миллион рублей, проторговали. И подрядчик на прошлой неделе приступил к выполнению работы. Срок окончания работы по данному участку является самым аварийным на всей дороге. Он выбрал был не случайно. Срок окончания работы – 15 октября. Как сообщил министр промышленности и транспорта региона, уже на этой неделе приступят к ремонту ещё одного аварийного участка в Базарно-Сызганском районе протяжённостью в один километр. В следующем году в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано ещё три участка – на границе с Барышским районом и у сёл Ясачной-Сызган и Дубки. Всего с 2019 по 2022 года на приведение в безопасное и качественное состояние дорог Базарно-Сызганского района планируется направить почти 143 миллиона рублей. Осмотр строительства дорог был продолжен в Инзинском районе. Здесь обсудили реализацию государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий», благодаря которой в регионе идут работы на трёх участках автодорог общей протяжённостью 9 километров. Среди них реконструкция 7 километров трассы к селу Юлова Инзинского района. Работы завершены на 43%. Новая дорога идёт от поворота на населённый пункт, проходит через село и заканчивается около школы. С 15 сентября на участке начнут укладку асфальтобетона. В следующем году планируется продолжить реконструкцию до санатория и озера Юлова, которые пользуются большой популярностью у жителей области. В настоящее время область поднялась ещё на одну позицию в общероссийском рейтинге по темпам укладки дорожного полотна в рамках нацпроекта. И теперь занимает четвёртое место среди 83 субъектов. В Приволжском федеральном округе по этому показателю регион находится на первой позиции. Начиная с начала дорожно-строительного сезона по сегодняшний день, мы отремонтировали дороги на общей площади 2,5 миллиона квадратных метров. Цифра очень большая, но с чем сопоставить? Мы её перевели в общие, понятные для населения, для всех граждан цифры. Если измерять сельскохозяйственные территории, то мы уложили 250 гектар асфальта. Если измерять более понятными территорию футбольного поля, вот мы специально почитали, мы 349 футбольных полей заасфальтировали. По словам Дмитрия Вавилина, накануне учебного года самой важной задачей было подготовить школьные маршруты и привести их в безопасное состояние. Всего их на территории региона насчитывается 418. На сегодня все школьные маршруты используются для перевозки детей в школу и обратно. В Ульяновской области разрабатывается стратегия развития единого парковочного пространства. Об этом сообщил губернатор Сергей Морозов на совещании по вопросу упорядочения парковочной деятельности. В некоторых районах проблема нехватки парковочных мест стоит особо остро. Парковки – проблема всех городов России и Ульяновска в частности. В середине августа губернатор Сергей Морозов озвучивал эту тему на аппаратном совещании. Тогда он отметил, что проблема нелегальных парковок – большой раздражитель для жителей. К примеру, на улице Терешковой люди устали бороться с нелегальной парковкой. Работники автомобильного и механического заводов бросают машины во дворах. Как результат, пройти с коляской невозможно, а детям, чтобы добраться до 52-й школы, приходится идти по дороге. Проблему жителей Брижнева Засвияжья озвучил директор фонда заботы и помощи Андрей Князев. Мы вместе с активистами и жителями близлежащих домов обратились в градостроительную организацию, разработали предложения градостроительные и передали их сегодня Дмитрию Александровичу Вавилину. И нас, слава богу, услышали. Решение нашлось. Дмитрий Вавилин вместе с депутатами и представителями городской администрации встретился с неравнодушными жителями и предложил несколько путей решения проблемы. У нас между трамвайными путями и зеленой нашей посадкой есть большой участок травы, где стоят рекламные щиты. Вот если жители нам разрешат, то мы на этой территории бы сделали большую парковку. Деревья при этом не пострадают. Большинство жителей с решением согласилось. Обсуждение продолжится. Тем временем в правительстве началась работа по созданию единых парковочных пространств. Сергей Морозов отметил, что необходимо сформировать стратегию развития парковочной деятельности. Завтра в Ульяновской области ожидается теплая погода. Осадков не предвидится. Температура воздуха днем составит 20 градусов тепла. Ветер западный 2,4 метра в секунду. И это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Уллправда ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале ulpravda.ru. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok